Девушки отдыхают Если у вас есть какие-то вопросы, почитайте книгу «Что должен знать детектив». Там можно прочитать много полезного. Еще здесь есть блокнот с подборкой заметок о моих прошлых делах. Многие из них были довольно опасны. Да, временами моя жизнь висела на волоске. Только отцу не говорите, хорошо? У него и так забот хватает. Что бы вы ни делали, обязательно прочитайте материалы дела. Там есть все, что касается предстоящего расследования. Если вы готовы приступить к расследованию, щелкните авиабилет. Недавно мне позвонила из Лондона Кайлер Мэлори и пригласила к себе на свадьбу как подружку невесты. Сначала я хотела отказаться, ведь я не видела ее несколько лет, с тех пор, как она приезжала к нам по обмену. Но она сказала, что свадьба состоится в старинном ирландском замке. Но как тут было не согласиться? Свадьба будет довольно скромной, но Кайлер все равно нужна помощь, чтобы все подготовить. Так что я должна приехать заранее. Я полечу в Дублин, возьму машину на прокат и поеду в замок Малой. Кайлер предупредила, что он старый и нуждается в ремонте. Но это мелочи. Жаль только, что я приеду туда ночью. Что ж, учитывая мой небогатый опыт пребывания в замках, особенно старинных и ирландских, темнота меня не испугает. Мне кажется, это будет интересная поездка. Но вы меня знаете. Если где-то намечается интересное приключение, я его ни за что не пропущу. Перед приземлением убедитесь, пожалуйста, в том, что ваши ремни безопасности пристегнуты. Спасибо. Так, все прошло нормально. Самолет прибыл вовремя, багаж не потерялся, и ты взяла на прокат машину. Да, Кайли рассказала, как проехать. И сейчас я недалеко от замка Малой. Перестань за меня волноваться и иди на вечеринку к Данхелам. Кстати, который час? Около двух. Вечеринка только что началась, так что у меня еще есть время. Ты сейчас за рулем? Да, Нэт. Знаю, что нельзя разговаривать по телефону за рулем. Но здесь совсем нет машин, и... Кажется, скоро я буду на месте. Ну, мне пора. Передавай Данхелам привет и повеселись там. Без тебя? Ну-ну. Ладно, береги себя. Что это было? Данхелам привет и повеселись там. Данхелам привет и повеселись там. На свадьбу. Сожалею, но свадьбы не будет. Возвращайтесь туда, откуда приехали. Нет-нет, подождите. Моя машина застряла в канаве у ворот. Я не смогу уехать. Тогда идите в паб. Если хотите, оставьте мне ключи от машины, я позабочусь о ней утром. Ключи остались в машине. Можно хотя бы поговорить с Кайлер? Она спит. То есть я зря приехала сюда из Америки? Вам нельзя здесь оставаться. И не думайте, что я шучу. Уходите. Пожалуйста, разрешите мне войти хотя бы на несколько минут. Эй! Вы меня слышите? Наверху кто-то есть. Вам что, не ясно? Я же сказал, что вам нельзя здесь оставаться. Доналл, что вы делаете? Это же Нэнси Дрю. Я пригласила ее на свадьбу. Мэтт пропал? Ты же приехала сюда с ним. У вас же свадьба. И он просто взял и пропал? Я думаю, это ненадолго. Он скоро вернется. Понимаешь, Мэтт большой шутник. Да и свадьба не так уж и скоро. Думаешь, это розыгрыш? Ну, Мэтт любит над всеми подшучивать. Правда, на этот раз он немного перегнул палку. Но Мэтт вернется. Вот увидишь, я даже еще не успею дойти до алтаря, как он появится. Скорее всего, он хочет, чтобы эта свадьба запомнилась надолго. А кто тот человек, который открыл мне дверь? Он сказал, что свадьбы не будет. Это был смотритель замка. Доналл Деллани. Пожалуйста, никогда не называй его Дональд. Его имя произносится без буквы «Д». Доналл Деллани. Он ирландец, и ему не нравится, когда его называют Дональдом. Он гордится своим происхождением? Еще бы! И все было бы в порядке, если бы его любовь к Ирландии не сопровождалась лютой ненавистью ко всем англичанам. Но ко мне он хорошо относится, ведь у меня ирландские корни. Да и к тому же я родственница человека, который раньше жил в этом замке. Он был братом моего деда. А мой жених Мэтт англичанин, и Доналл его терпеть не может. Поэтому он сказал тебе, что свадьбы не будет. Он с самого начала был против. Представляешь, недавно он так мне и сказал, что в замке Малой я должна выйти замуж только за ирландца. По его словам, если я выйду за англичанина, это не понравится местным духам. А ты бы не хотела ненадолго отложить свадьбу? Говорю тебе, он вернется. Понимаешь, иногда я слышу его. То есть его голос. Правда, он очень тихий, какой-то приглушенный. И кажется, что он зовет меня. Что-то пытается мне сказать, но я не могу ничего разобрать. Мэтт, наверное, хочет подразнить меня. Он где-то рядом. До свадьбы он объявится, я в этом уверена. Послушай, насколько я помню, ты любишь раскрывать разные тайны. Если захочешь заняться этим делом, я постараюсь тебе помочь. Сначала осмотри детскую на втором этаже. Там Мэтт постелил постель и проводил почти все свое время. Найди его, Нэнси. Представляешь, как он расстроится, если кто-то раскроет его фокус с исчезновением? Это будет для него уроком. Когда я ехала сюда, кто-то перебежал мне дорогу. Я свернула и въехала в канаву. Ты в порядке? Да, со мной все в порядке. Чего не скажешь о моей машине и мобильном телефоне. Кстати, возле ворот я нашла куклу. Кажется, это самодельная кукла. Посмотри, кукла очень похожа на Мэтта. И на ней его кольцо. Как выглядел человек, который ее потерял? По правде сказать, я не рассмотрела. Все произошло слишком быстро и было уже темно. К тому же я не уверена, что это вообще был человек. Знаешь, когда Мэтт исчез, наш смотритель Донал Делани сразу же заявил, что его похитили лесные духи или эльфы. Конечно, это странное предположение. Скорее всего, это был Мэтт собственной персоной. Переоделся в какой-то костюм, оставил куклу, чтобы нас запутать. Надеюсь, он достаточно повеселиться перед свадьбой. Потому что, когда мы поженимся, его глупым розыгрышем придет конец. Навсегда. Ты не боишься оставаться здесь одна? Вообще-то, Кит Фоули, лучший друг Мэтта, тоже здесь. Он устроился в большом зале, внизу. Когда он приехал? Мы приехали все вместе. Где живет Донал Делани? Не знаю. Он приходит в замок на рассвете и уходит за ходом солнца. Я не знаю, чем он весь день занимается, но у него постоянно есть какие-то дела. Когда Донал не на работе, его можно найти в пабе Крик Банши. Это недалеко отсюда. Ты платишь ему зарплату? Да, по завещанию деда. Вероятно, дедушка считал Донала такой же неотъемлемой частью замка Малой, как старые гобелены, которые до сих пор висят в большом зале. Может, его стоило уволить? Мне уже надоело его упрямство и вечные разговоры об ольфах и лепреконах. А как он относится к гостям? Ты сама видела. Но если дедушка все эти годы мирился с его характером, то, думаю, я тоже смогу. Ты говоришь, что слышишь голос Мэтта. А где именно? Здесь? Да, здесь. А еще в детской, иногда на улице. Его голос всегда едва различимый, какой-то приглушенный. И я не могу понять, откуда он доносится. Не могу разобрать слов. Но это точно голос Мэтта. Ты его везде искала? Да, мы все обыскали. Весь замок, как только узнали, что он пропал. Но все зря. Мы даже думали, что он пошел прогуляться и утонул. Или увяз в болоте. Или заблудился где-нибудь в лесу. Но мы ничего не нашли. Ни следов, ни одежды. Ничего. Так что, когда я услышала его голос в замке, я поняла, это одна из его глупых шуток. Как я на него рассердилась. Но в то же время я немного успокоилась. Что ты делаешь в библиотеке? Читаю. Знакомлюсь с историей семьи. Понимаешь, мой дедушка оставил мне в наследство этот замок. Представляешь, я и не подозревала о его существовании. Я даже не знала, что моя настоящая фамилия Малой, а не Мэлори. Наверное, дедушка изменил свою фамилию, когда переехал в Англию, чтобы никто не узнал, что он ирландец. Не знаешь, почему он так сделал? Я думаю, это связано с его братом Брэндоном. Он жил в замке во время Второй мировой войны, пока однажды здесь не произошел взрыв. Ходили слухи, что Брэндон был двойным агентом, работал на союзников и собирал для них информацию, а на самом деле передавал ее фашистам. Скорее всего, дедушка не хотел, чтобы об этом узнали. Если, конечно, это правда. Знаешь, с тех пор, как я узнала, что я из рода Малой, я очень много читаю об Ирландии. Оказывается, раньше Ирландию населяли племена кельтов и легалов. Так их называли в Римской империи. Все это очень интересно. Книги в библиотеке принадлежали Брэндону? Скорее всего, да. Мне так кажется. Брэндон был настоящим изобретателем. Кажется, многие приборы в этом замке он сделал своими руками. Даже кукольный домик в детской для своей дочери. Я пойду. Помнишь те пять месяцев, которые я провела с тобой, твоим отцом, Ханной и Стога? Для меня это было прекрасное время. Очень рада, что ты смогла приехать на свадьбу. Ну что ты, повидаться с подругой и посмотреть Ирландию? Разве я могла упустить такую возможность? Я тоже очень рада. Если понадобится помощь, только скажи. Да, конечно. Вот это бы я упала. Спасибо за просмотр. АПЛОДИСМЕНТУ Продолжение следует... 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 Девушки отдыхают 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 Я уехал Девушки отдыхают 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 Я заказал Девушки отдыхают 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...